Девушки отдыхают 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 Петра Вылхова. Но сегодня обе они на старте. И в этом плане, конечно, интрига у нас очень серьезная, потому что у них одинаковое количество очков. Фантастическая ситуация, да? Шифрин и Вылхова с абсолютно одинаковым количеством очков в общем зачете приехали сюда в Ленцер Хайде. Это, конечно, красота. Ну, об очках мы всегда поговорим. Давайте смотреть первое, потому что спортсменка только что стартовала. И это, конечно, никто иная узнаваемая Мирьям Пухнер. Мирьям мы сразу узнаем за ее фантастический рост. Не так уж много таких рослых спортсменок, да, в женском кубке от 187, по-моему, да, где-то вот в этих пределах. Ну, конечно, действительно по меркам женского кубка спортсменка очень рослая. Но, вы знаете, вот это ей зачастую это и мешает. Не всегда она может себя скоординировать. Вот посмотрите, она сразу сходит с дистанции. Мирьям Пухнер. Ну, во-первых, этот ужасный первый номер. В Супергиганте мы всегда об этом говорим. Никто не знает, какой темп. Никто не пробовал эту трассу. Только посмотрели. И вот, пожалуйста, первая же участница у нас не вписывается. Первая же. Что, в общем-то, в Супергиганте встречается достаточно часто. Так, ну что, нам не зря стартовый городок показывают. Потому что тут какие-то коррективы. Быстренько-быстренько надо, да, внести. И там информация идет с трассы, что какие-то проблемки очень крутые. Крутые ворота, где надо наверняка корректировать темп, корректировать скорость, потому что Пухнер явно просто не вписалась. И для австрийек непростая ситуация, потому что первые три, друзья, три спортсменки подряд, все австрийки. Но австрийцев в этом плане очень профессиональная работа. Все делается моментально быстро. Несколько помощников, тренеров находятся на трассе. Конечно, уже все передали, уже там подсказали. Я так думаю, так что давайте смотреть теперь на Риану Реддлер. Тем более, что стартовый интервал сейчас 2 минуты 10 секунд между спортсменками. Очень много. Но это для хорошего телевизионного показа. Торопиться тут в этом плане действительно некуда. Ну и выгодно для тренеров. Для тренеров и спортсменов. Потому что, еще раз повторяю, можно успевать корректировать как-то вот модель, вот эту модель исполнения. Давайте смотреть. Где? Ага. Вот как раз тот самый момент, где сошла Пухнер. Да, друзья, трудно идет с трасса-то. Вот на примере Реддлер. Какая закрытая постановка тут. Вы знаете, мне местами даже как-то гигантский слава напоминает. Очень закрытые виражи. Трасса жесткая. Мы это прям слышим. Вот как конты металлические скребутся буквально по этому ледяному покрытию. Опа! Ого! Ох, как кричит Мария. С досадой Ариана. Мы слышим даже все это с трассы. Да, накрутили, друзья. Ну, супергигант. В этом плане самая трудная дисциплина. Она скоростная, друзья. Но в отличие от спуска, где есть тренировки, где несколько дней, а здесь ничего. Посмотрели часик, запомнили, как бы якобы, и поехали. И вот что из этого получается. Да, трасса имени Стефана Бельтраметти. Эту историю мы тоже прекрасно знаем в исполнении Мауро Пини, друзья. А я, вы знаете, уже начинаю, мне кажется, понимать, почему такая закрытая трасса. Мауро Пини, швейцарский тренер, который является сейчас личным тренером. Кого? Правильно, друзья. Петра Вылховой. Петра Вылхова любит покруче. Петра Вылхова любит, чтобы под слалом гигант. Вот мы быстренько с вами загадку-то и разгадали. Чем быстрее трасса, тем невыгоднее Петре Вылховой. Ее тренер это лучше нас с вами знает. Он так и поставил. Ну, молодец. Молодец. Давайте смотреть, как Тамара Типлер. Кстати, Тамара Типлер на очень высоком месте. Она у нас четвертая в зачете в этой дисциплине. Борется за тройку, тем более за тройку и бороться легко, потому что, друзья, еще один важный момент, который я как-то вот сразу не сказал. Друзья, третья подряд австрийка падает. Третья подряд. Это уже на скандальчик начинает смахивать. Я не знаю, что будет дальше. Вот это физиотерапевт австрийской команды, по-моему, нет, это же президент, там же сейчас женщина. Похожи они, кстати. Там такая история с президентами Лыжной Федерации австрийской, вы знаете, один ушел в отставку, второй через два месяца тоже в отставку. Вот, по-моему, эту женщину как раз тут временно исполняющий. Я даже не знаю на данный момент, прямо, как там сейчас ситуация вообще в этом плане выглядит, но зато мы точно с вами знаем, как выглядит сейчас австрийская команда. Три девочки, все мимо. Лара Гуд у вас на экранах, сразу ее показывают. Ну, кому же, да, если австрики падают, кому выигрывать? Как не Ларри Гуд, но по-моему, перекалился. О, друзья, Роджер Федерер, но у него же здесь вилла неподалеку, мы же не знаем все, от нас не скроешься. Роджер, он стал заядлым поклонником горных лыж, друзья, постоянно присутствует, ну, когда может, когда может, да. У него здесь Лэнсер Хайди два дома, друзья, два дома, не так далеко от финиша, вон там, на перспективе, вон, видите, там, на заднем плане, построил для себя и для родителей. Какой молодец, Роджер Федерер. Ну, вот такая у нас, друзья, ситуация. картинка красивая, да, вот как открытки швейцарские, да, голубое небо, солнышко, снежок, только вот девушкам, выступающим сегодня, не позавидуешь. То, что мы уже в начале соревнований видим, это просто ужас какой-то. Трудная, ледяная трасса еще так закрыта, что ее просто невозможно пройти. Вот Типлер, видите, только что упала. хорошо, говорится, живая осталась. А, друзья, ну вот если уж прервана гонка у нас вот из-за падения, мы сейчас покажем события, естественно, горнолыжные события дня вчерашнего. Вчера у нас мужчины соревновали в скоростном спуске, они и сегодня скоро выйдут на старт. Но специально для тех, кто, может быть, вчера вчера не посмотрел, давайте, тем более, что у нас вчера были просто сенсационные события, друзья, сенсационные события в мужских соревнованиях. Давайте вспомним день вчерашний. Тамара Типлерс пока тут собирает свою амуницию, которую разбросала разбросала по всему склону. Вот, друзья, норвежский Квитфель и награждение за вчерашний скоростной спуск. Посмотрите, вот этого человека, который стоит на первой ступеньке, вы даже не знаете, я просто уверен. Потому что этот человек, человека зовут Александр, причем Александр это фамилия, друзья, фамилия. Канадец Александр выиграл вместе с к Хинтерманам. Вот они на первой ступеньке. Кэмерон Александр и Нилс Хинтерман. Абсолютно сенсационные результаты вчерашнего скоростного спуска. Ну а мы возвращаемся. Вот посмотрите, командная работа началась с женщины, да, вот это кто у нас, Редлер, да, срочно передает, срочно передает информацию, говорит, что, ну, друзья, я тут немецкий язык по губам понимаю, очень сложно, очень аккуратно, трасса тяжелая, ну, вот так вот, кто бы ожидал, да? Кто бы ожидал такого начала соревнований? Друзья, ну, если вот мы с вами высказали предложение, что трасса под Вылхову поставил ее тренер, то должна подходить и вот этой спортсменке, Тесси Ворли. Тесса Ворли тоже гигант ходит у нас, чуть не лучшая в мире, и вот для нее эта трасса должна подходить хорошо. Давайте смотреть. Ну, много времени, еще перерывчик даже получился, Тесса тоже информацию наверняка от своих помощников получила, не должна подкачать. Ну, и нам, друзья, пора бы уже первый результат иметь, ну, что такое? Четвертый номер, у нас еще результата нет. Да, жестко, жестко, вот видно, да, ну, понятно, друзья, днем плюсовая температура, ночью мороз, естественно, трасса замерзает, и становится практически ледяной, что мы с вами на экранах и видим. Абсолютно все ясно и понятно. Да, технически очень серьезная сегодня дистанция. Да, Мауро Пинни решил всех проверить в концовке сезона. Как бы не пострадала его воспитанница еще из-за этого. Ну, слава Богу. Первая, кто добралась до финиша, это Тесса Ворли. 1.21.24. Ого! Смотрите, она сама не ожидала, говорит, ух, тяжеловато было-то, а? На 1.20. Да еще по льду. Да. Хорошее испытание. Смотрите. Тесса редко увидишь, чтобы Тесса так сильно запыхалась. Но здесь, в общем-то, и среднее горе такое, даже высокое среднее горе. Все-таки это вам не Квитфель, не Оса, где там финиш 100-200 метров над уровнем моря. Здесь-то полторы тысячи, а старт выше двух тысяч. Напоминаю, трасса в Ленцерхайде, названная именем Стефано Бельтраметтия, прижизненно. Сам Стефано должен быть на финише. Ну, вы знаете историю, да, Бельтраметтия, это великий горнолыжник, который упал, так тяжело повредил позвоночник, остался вот теперь на инвалидной коляске. Но активно участвует в жизни в горнолыжной, ведет сайт, многие-многие вещи делает, и вот здесь в Ленцерхайде, вот этот раз его именем назвали. Друзья, а у нас опять неудача, у нас опять неудача, это уже Елена Куртони. Друзья, это уже ни много, ни мало, это претендентка на Кубок Мира. Смотрите, не выдерживает. Тот же вираж, где и Пухнер, а абсолютно тот же и падение похожее. Ну, Пухнер нет, она чуть-чуть получше вписалась, а принцип абсолютно похож, принцип абсолютно похож. Если у нас так будут валиться, то кто у нас на финише-то, наверное, половина доедет хоть. Да. Ну вот, видите. французский я по губам не понимаю, но строго-строго соблюдать направление, мне кажется, говорит Тесса Ворли. Но это можно понять, да, потому что у нас все, посмотрите, все вот падения, сходы, это именно из-за того, что спортсменки не думали, что так круто будет. Они подрезали, они пытались сократить траекторию, из-за этого все ошибались. Тесса Ворли передает по рации, подругам говорит, не надо тут суетиться, не надо обязательно траекторию, которую посмотрели, наметили, надо соблюдать. Ну что, абсолютно грамотная подсказка, именно такая у нас сейчас ситуация. А ситуация непростая. Ну что ж, Курто не сошла, открыла дорогу для Кубка мира, для своей подруги по команде, для Бриньоны. Они только вдвоем у нас, после отказа Годжи сегодня стартовать. Друзья, у нас столько событий, я не успел вам рассказать, что действительно, Годжа сегодня не вышла, она третья в Кубке мира, но она не вышла. Отдала, так сказать, заранее своим подругам, забирайте Кубок мира в супергиганте. Но там причина, она не дозалечила травму, и будет выступать на финале, потому что у нее на первом месте скоростной спуск. Это ее слова. Но у нас олимпийская чемпионка в этой дисциплине, Эстерли Децка. Сразу не путайте, друзья, олимпийская чемпионка не прошедшей олимпиады Пекина, а предыдущей корейской олимпиады 2018 года. Эстерли Децка. Но она и в этом сезоне здорово на олимпиаде выступала, боролась достойно. Мы видели пятое место в Пекине, хотя пятое место после того, как у тебя был титул. Это, конечно, уже хочешь не хочешь шаг назад. Но для Элидеска я не думаю, что должны быть проблемы. Она физически, наверное, одна из самых сильных в этом плане подготовленная. А именно физические качества, сегодня, согласитесь, друзья, играют большую роль. На льду надо очень крепкие иметь ноги, крепкие нервы. Ну, а у Элидески с этим все в порядке. Мы это уже неоднократно видели. Другое дело, что, конечно, Тесса Уорли намного ее техничнее. Это уж тоже не поспоришь. Вот вам. И вот вам на финише ответ на вопрос. Три секунды проигрывает. Не рада, что до финиша доехала, да? И она жалуется. Говорит, ужас какой-то. По-моему, она так сказала. Друзья, Федерико Бриньоне в красной майке, лидера сезона. У нас сегодня супергигант под номером 8, друзья. Предыдущие 7 из них три раза выиграла Бриньоне. Хороший показатель. Но, вы знаете, пьедесталов-то других не было. Вот что интересно у Бриньоне. Три победы. Вторых, третьих мест не было. Была четвертой два раза. Но еще раз повторю, по сумме очков она, в общем-то, тут без вопросов должна Кубок Мира выигрывать. Хотя, с другой стороны, главное ведь еще и не падать. Вот сегодня задача, кроме того, что результат показать, еще до финиша дойти. Вот честно говоря, многие из нас даже не предполагали, что в Ленсер-Хайде в концовке сезона будет такое вот испытание. Просто сумасшедший, трудный супергигант. Даже, даже для сильных спортсменок. Даже для сильных спортсменок. Чуть-чуть проигрывает Ворли. Нет, она финишит чувствительно даже. Это на промежутках было понемножку-то, а? Тесла Уорли остается лидером, Бриньоне уступила аж 83 сотки. Ну, вот это было не обязательно. Надо было помягче, конечно, тут сработать. Тут не трамплин, а так перегибчик небольшой, который, в общем-то, обрабатывается. А вот видите, после пролета боковика пришлось тут включать. Бриньоне. И она, конечно, очень много тут потеряла. Ну, понятно, Ленсер-Хайде, это же южные и швейцарские регионы на границе с Италией. Итальянцев много. Бриньоне там мы слышим с трибун. Достаточно хорошо приветствуют. Ну, еще одна францужинка Романа Мирадоли. Вот Тесла Уорли, друзья, именно с ней связывалась. Я в этом никак не сомневаюсь. После финиша мы это видели. И вот сейчас интересно, помогут ли подсказки от Тесы для Романа Мирадоли. Как она справится? По траектории. Ну, вы знаете, тот случай сегодня, вот нам иногда графика скорости засечки пока... Ну, это тот случай, когда у нас супергигант, ну, совсем... Ну, даже близко ничего нет, допустим, если сравнивать с трассой в Лейк-Луисе, да? Где скорости за 100, где много прямого, здесь все наоборот. Никаких огромных скоростей, все поперек, крутые склоны, крутые виражи. Мирадоли-то посмотрите, друзья. Ну, сегодня вообще, у меня такое впечатление, что просто какой-то невероятный будет сегодня результат, когда основные пройдут. Мирадоли больше секунды выигрывает у Орли. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот она подсказывала-то. Нам показали Тессу. С одной стороны, подруге помогла, а подруга ей привезла больше секунды. Это да. Столько событий, у нас всего 8 спортсменок стартовало. Ой-ой-ой. Ну что, Лара Гудбэхраме олимпийская чемпионка. Следующая. Мы ждем ее. Вот она под девятым номером. Да, если бы не вот это золото. Какая молодец, Лара, что на Олимпиаде собралась, друзья. Если бы не олимпийское золото в этой дисциплине, можно было считать, что сезон просто провален. Просто провален. С другой стороны, мы знаем, из чего этот провал-то получился у Лары Гуд. Она не борется за кубки в этом сезоне. А все началось как раз с того злочастного супергиганта в Сат-Морице. Помните, друзья, в декабре, как она там сильно упала, шла с лучшим результатом. Через два дня у нее обнаружили коронавирус, и в результате она потеряла целую часть сезона. Вот. Ну, кто-то скажет, упала-то сама. Тут, в общем, не виновата, да. Тест на коронавирус тут уж, я думаю, вины-то у Лары не было, где она там что-то получилось. Но факт налицо. в Кубке мира у Лары Гуд. Ну, одна победа, да, на этапе в Сат-Морице в том же, да, она ведь, помним, да, один старт выиграла, должна была оба выигрывать, вторая упала. И все. Ну, у нее четверо, пятое место в зачете супергиганта, но очков там слишком много отставания, шансов на кубок нет. тем более у нас сегодня супергигант предпоследний. Остается только финал. Второе. Ой-ой-ой. Смотрите, как качает головой. И за ноги хватается. Даже крепкая Лара Гуту стала. А это, видите, фан-клуб Лары с сердечком нам показали на трибуне. вот так, дрифтовала. Друзья, здесь у нас очень похоже на гигантский слалом. Она, посмотрите, сколько промахивала по траектории, даже дрифт включала серьезно и все равно не помогло. Редко такие увидишь кадры, когда горнолыжницы ложатся на снег, как будто это у нас лыжные гонки. Помните, как девушки там валятся после финиша? Там подняться не могут. Вот у нас не в такой ситуации, но кто это у нас опять чудом попадает опять в ворота, ну, конечно, это Элис Робинсон, это только она так умеет лихо бросаться, а потом все проигрывать. Вот что значит молодой возраст, но никак она еще опыта не наберется. 20 лет, ну, из них уже три в Кубке мира, как минимум, уже победы в гигантском слаломе, но теперь становится универсальной спортсменкой, с удовольствием, как она сама сказала, стартует супергигант, и говорит, скоростной спуск даже пойдет. Элис Робинсон молодец, мы только за это ее... Ну, вот, с другой стороны, вот, вот, о чем я говорил сразу. Ну, абсолютно плохо, мне кажется, даже анализирует она, вот, ну, выводы не делает, потому что вот такие моменты мы часто видим в сезоне, ну, почему? Ну, сама не может, тренер должен подсказать, но, правда, тренер сказал, у нее такой характер, говорит, с ней трудно спорить, она, она, может и ответить, такая, немножко даже иногда вспыльчивая, а так не скажешь, да, вроде культурная, ласковая. Но спортивный характер у нее жесткий. Уэллис Робинсон, ну, еще раз повторюсь, не учится на ошибках, плохо пока учится на ошибках, и это ей стоит достаточно дорого, да? Очередной сход. Друзья, 10 спортсменов стартовали, из них 5 только на финише, у нас небольшая... Возвращаемся в Лэнсер Хайде, у нас продолжается соревнование у женщин в супергиганте, друзья, ну, и, в общем, очень, очень непривычно, да? Ну, хотя, именно в супергиганте часто бывают такие ситуации, когда первые же спортсменки падают, не доходят до финиша, и так далее, и так далее, И зачастую из-за постановщиков трассы такое происходит Не всегда удается поставить такую трассу, чтобы всем, как говорится, она как-то, в общем-то, подходила В каком-то смысле, ну, тот случай, когда, можно сказать, спортсмен обязан с любой трассой справляться Наверное, с этим тоже трудно поспорить Карин Сутер, ну, вы знаете, зная Карин, мы сразу скажем, что, во-первых, Супер у нее заметно слабее, чем скоростной спуск, это понятно Во-вторых, уж такая под гигант трасса, я думаю, что трудно надеяться на что-то серьезное Да, полторы секунды уже на отрезке Чем ближе к гиганту, тем труднее таким людям, как Сутер А такие есть у нас, есть у нас В горных лыжах, само собой Представляете, Карин Сутер, которая у нас является серебряным призером прошлогоднего чемпионата мира Проигрывает 3.45 Ну, честно говоря, я не сомневался, что она много проиграет, но, опять же, есть какие-то рамки, да 3.45, это уж, наверное, перебор Ну, не умеет ходить, давайте уже так, мы стараемся, чтобы как-то иногда вот такую великую спортсменку, олимпийский чемпион, не обидеть, нет, друзья Но есть такие вещи, когда надо говорить прямо По льду очень круто, под гигант, она никогда не ходила и не умела этого делать, поэтому ждать от нее сегодня, ну, пусть там у нее хорошая форма, там, хорошее состояние, но шансов нет Здесь нужны легкие люди в таких условиях, как Мирадоли, как Гуд, как Теса Ворли, вот они и лидируют А такие люди, как Сутер и как вот Зибенхофер От Зибенхофер тоже, честно говоря, не жду Она тоже тяжеловата, она, ей иногда резко трудно работать Ну, не знаю, может быть, вот ей насоветовали, я напомню, что начинали у нас гонку 3 австрийские спортсменки и все 3 сошли Типле, Редлер и Пухнер Первый, второй, третий номера И вот теперь Зибенхофер, но еще раз повторюсь Опять же, зная особенности ее техники, я бы не сказал, что с Зибенхофер справится Ну, да, нетрудно было и здесь предсказать Да, практически мучается на трассе Зибенхофер Да, ждали мы такой красивой конкурентной гонки, ну вот, к сожалению Ну, друзья, давайте тогда переключаться на другой момент Честно, за борьбу в супергиганте тут ничего не получается А вот за общий зачет очень интересно, потому что Шифрин и Вылхова выступают и пойдут сейчас друг за другом Вот это нас должно, в свою очередь, заинтриговать Напомню, абсолютно равное количество очков, такое редко бывает И вот Вылхова, благодаря своему старте в скоростном спуске, Шифрин догнала И они сейчас будут между собой разбираться Вот это будет изюминка Вот, кстати, Вылхова Вот Вылхова, 14 номер А вот и Шифрин Рядушком с друг другом, 14-15 И так посматривают искосо друг на друга Ну, а у нас Рахиль Тмовинкель, не менее интересная норвежка, которая четко прибавляет, начиная прям с января Да даже и в декабре уже получалось А посмотрите, какая умная девушка, как она распределила силы Позапрошлый сезон потерялась из-за тяжелейшей травмы Прошлый сезон провела спокойно, это же какое терпение, да Ровно-ровно приближалась, приближалась И вот к Олимпиаде пришла уже в хорошее состояние Единственное, что вот жалко, медаль не получила Но была рядышком Пятая была в Гиганте Шестая была в Супере на Олимпиаде А после Олимпиады уже и призером стала А я напомню, друзья, что Кубок Мира, Олимпиада, в общем-то, по борьбе за пьедестал никакой разницы не имеют Одни и те же соперники, только называется Там Олимпиада, тут Кубок Мира, а в спортивном плане это одно и то же Ей тоже трудно, она тоже вот незаточенный такой вот человек иногда на голый лед и на крутизну Но, по крайней мере, посильнее Зибенхофер и Сутер тут я даже не сомневаюсь Да, посмотрите, вот секунда, но это третий результат, сегодня отрывы большие Сегодня Миродоли с отрывом Кто бы еще, да, друзья, вот совсем недавно нам с вами сказал бы, что Миродоли будет с большим отрывом в Кубке Мира лидировать Ну, такие условия, такая трасса Деса Ворли рядышком, естественно Друзья, а вы заметили момент интересный? Как дышала на финише Ворли и как Мовинкель? Мовинкель приехала, она просто выдохнула, ой, и заулыбалась А вот, она разница физподготовки-то, а? А Тесса Ворли там дышала так, что как будто 10 километров бежала Так, ну что, Вылховый шифрин, друзья Изюминка, наверное, сегодняшних соревнований Два лидера общего зачета Петра Вылхова на трассе Еще раз напоминаю, друзья, тоже интрига Эту трассу поставил тренер Петры Вылховой Швейцарец Мауро Пини И напомню еще одну интригу Мауро Пини, он бывший тренер Лары Гуд, друзья Тоже интересный момент Ну, поактивнее, поактивнее Петра, ну это же не скоростной спуск, надо побыстрее работать Ой-ой, две секунды, две секунды Да, еще год назад, помните, насколько была Вылхова во многих... Ну, кроме спусков, супер и сильна, да В этом году явный крен на слалом Но зато Кубок Мира досрочный с слалами Зато медаль Олимпийская золотая с слалами А вот в общем зачете будут вопросы Ой-ой, и она 3.31 Что творится сегодня, а? Не припомню таких, давненько таких отставаний Посмотрела, аж ей... Ей и так трудно, а тут вообще, когда посмотрела на табло, ей вообще плохо стало Когда последний раз Вылхова видела на табло такое отставание? Давненько Опять Федерер, ну Федерер, конечно, друзья Тут перед камерами Сбриньон этот улыбается А Федерико прямо растаяло Прямо растаяло перед Роджером Все ему рассказывает Уже и улыбается Хотя мне выступил, это не важно Ну и Микайло Шефрин, друзья Микайло Шефрин Ужасный сезон Последний шанс Сезон вытянуть Это взять кубок, друзья Она Трудно предположить Но про Олимпиаду я не буду Десятый раз, вы помните Она ее просто провалила А Самое-то еще интересное Шефрин у нас не претендует Ни в одной дисциплине на малый кубок То есть Большой кубок Это единственное, что она может взять Поэтому надо Максимально Петру обыгрывать Ну и пока Это должно получаться Да Я не знаю Сможет ли она побороться С сумасшедшей Прошедшей трассу Миродоли Это просто Фантастика Но На второе и третье место Это точно должна ехать Хотя Шефрин Друзья, вот то, что опять Вся трибуна Забита швейцарскими флагами Это не факт Что это все швейцарцы И только швейцарцы на трибунах Но это просто традиция Такая В общем-то Я думаю Так достаточно Интернациональные Должны быть и болельщики В том числе Но не в большом, конечно Количестве Это понятно Но все-таки Грамотно Грамотно Без риска Четко Ровненько А не надо сегодня рисковать Друзья Это не та трасса На которую рискуют Потому что мы видим Уже где Робинсон Где Куртоне Они там уже давно За оградой Соревнований Очень грамотно Профессионально Прошла Шефрин Зная то, что на трассе происходит Вот так бы я сказал Ну а сейчас Венди Холденер Ну когда супергигант Венди загадка Да Мы ее знаем Как Соломиску Гигант тоже подучилась А вот когда супергигант Никогда не отгадаешь Что от нее ожидать От Венди Она может и выстрелить Как это было В Сант-Морице Помните друзья Да В Сант-Морице В декабре Никто не ожидал Венди там за шестерочку Поборолась Но это был разовый Разовый выстрел был У Венди В супергиганте Поэтому Не уверен Что Сегодня от нее Тоже чего-то ждать Можно хотя Посмотрите Секунда Казалось бы Друзья По другим соревнованиям Мы бы сказали Это ужас А сегодня Совсем другое Сегодня секунда Это в пятерке лучших Но это Опять же Второй отрезок Только До финиша Еще можно Столько же проиграть Да Одна Урс Леман Президент Швейцарской Лыжной Федерации Урс Леман Ну с очками будет Не знаю В десятке вряд ли Венди Холденер Сегодня Посмотрим Кто у нас еще Из сильных Есть на старте Друзья Друзья Ну конечно Марта Басина Должна Может Потому как Поставлена Трасса Должна Это почти Гигантский Слалом А она у нас Все-таки Обладатель Кубка мира В гиганте Прошлого сезона Марта Басина Другое дело Что этот сезон Несравнимо Хуже У Марты Чем сезон Прошлый Это тоже Надо прямо Говорить Ну а С результатов Конечно Отмечу Этап Саухензе Где трасса Тоже Технически Непростая Она там Была Четвертой Марта Басина Ну легкая Крепенькая Вот по этому Льду Должна порхать По идее Ну другое дело Конечно Это не гигант Лыжи Заметно длиннее Виражи Более Длинные И это Ее конечно Сбивает Да Если А вот посмотрите Она Вот Как только Почаще Стоят ворота Как только Почаще Вот она Сразу на себя Похоже Становится Вспоминает Свой Гигант Ну будет Близко Да Да Все опять Логично Специалистка Гиганта Должна быть Близко Басина Четвертая Да Ну и сценарий У нас Сегодня Миродоли Уверенно Идет Победе А кстати Миродоли Это побед По-моему Нет до сих пор В карьере Да Так Что у нас Что у нас Лара Гуд Показали Лара Гуд Пока сохраняет Третье место Но у нее Есть конкуренты И наверное Самая главная Из них Это Мишель Гизин Друзья Скоро Пойдет Гизин А пока Йоганна Хеллен Ну еще Одна Команда Спортсменка Из команд Швейцарии Но С другой Стороны Друзья Еще одна Спусковичка Специалистка Скоростного Спуска И Не знаю Как она сможет Справиться С такой Трассой Это тоже Не под нее 30-летняя Спортсменка Представляете А только Этот сезон Проводит Достаточно Неплохо И вот Посмотрите Целая группа 30-летних Швейцарок Которых Мы критиковали Которых Вроде бы Уже Собирались На пенсию Отправлять Они начали Конечно Заметно Лучше Ну поумнели Повзрослели Брис Конуфор Совсем недавно Выиграла Впервые Мы видели В Храммонтане Скоростной Спуск Тоже 30-летняя Ну вот И Хеллен Ну Хеллен Еще раз повторюсь Она выраженная Спусковичка И вот такой Крутой Супергигант Это конечно Тоже Как и Сутер Похожая Картина И Карин Сутер На таких трассах Они не очень Конкурентно Способны Брис Конуфор Будет стартовать 26-й Сегодня Ну она тоже Из этой же Компании Так что Вряд ли А вот Марсаля Да А вот Гизин Почему бы Нет Ну вот Три секунды Мы так Примерно И говорили Это ее Место Три секунды Я даже Думал Три с половиной Будет Дадим Должно Бенди Холденер Обнимает Роджера Тоже Ну вот видите Роджер решил Но он в первую очередь Конечно Давайте прямо Говорить Подходит К девушкам Швейцарской Команды А может Они к нему Подходят В первую очередь Скорее всего Так Говорят Я услышал Так маленький Отрывок Друзья На чисто Швейцарско-немецком В серьезном Диалекте Да Ну вот Мишель Гизин Друзья У нас уже Первая Группа Сильнейшая Группа Завершается И в этой группе Ну наверное Спортсменка Супер уровня Это как раз Мишель Гизин Напомню Мирадоли Первая Друзья Шифрин Вторая И Лара Гудберг Харами Третья 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 Ну что-то тоже Неуверенно Вот такое Что не знает Что делать Конкретно Такие паузы Как ни странно Казалось бы Рабочая трасса Какие-то непонятные паузы Делала Гизин Ну вот поэтому И навозила На 2 секунды Вообще Горнолыжник Который думает По ходу трассы Однозначно Идет медленно Друзья Это я вам могу Тоже на личном опыте Сказать Ну можно конечно В первую очередь Это говорить о слалами Хотя и другие дисциплины Под это попадают Если вы Вам удастся Поговорить Со спортсменом Высокого уровня Там с кубка мира И он вам скажет Подробно расскажет Как он шел трассу То особо не верьте Друзья Потому что Ну сейчас Такие скорости В горных лыжах Ну еще раз повторяю В первую очередь С слалом касается Там на автомате Ну очень на автомате Не успевает Голова Все переваривать На автомате Многое делается Поэтому Если ты думаешь Ну я вообще Не представляю Честно говоря Меня вот я помню Прошел как-то с лалом Прилично Меня спросили Как я шел Я вообще не помню Абсолютно Не помню Автомат должен работать Потому что Скорости большие И время думать Ну просто нет Жасмин Флюри У нас Двадцатку завершает Вот Та из швейцарок Которая В общем-то Из длинных дисциплин Тяготеет К супергиганту Больше Чем скоростному спуску Но обратная картина Да Я вам рассказывал Там Сутер Хейлин Да Это те кто Скоростной спуск Однозначно Да А вот Флюри Она больше К супергиганту Но опять же Какому Да Супергиганту Вот Такому ледяному Такому закрытому Как сегодня Тоже как видите Нет Тоже как видите Нет Гигантистки Да Шифрин Гуд И Миродоли Это все те Кто здорово ходит Гигант И Басина Четвертая Ну Что тут объяснять И Мовинкель Пятая Мовинкель В гиганте На Олимпиаде В пятерке была Ну А чистые спусковички Далеко Все ожидаемо Ну вот Миродоли Присоединяется К Сутер У них Абсолютно Одинаковой Разницы Там пару соточек Результат Да Друзья У нас сейчас Наверное будет Дождь Счастливая Романа Миродоли У вас на экранах Согласитесь Абсолютно Неожиданный Лидер А я бы даже сказал Больше Без пяти минут Победитель Сегодняшних соревнований Мы сделаем Небольшую паузу И конечно Вернемся В Лансер Хайде Возвращаемся В Лансер Хайде Уважаемые телезрители Итак Очередной этап Кубка мира Женского Супер Гигант Сегодня в программе У нас Сильнейшая группа Уже прошла И результаты Конечно Друзья Очень удивительные Романа Миродоля Французская Спортсменка Крепкая Хорошая Спортсменка Но Я думаю Мало кто Ожидал Что она Может сегодня Победу Одержать Она Скорее всего Будет Победитель Друзья Потому что Все таки Мастерство Разница Мастерств Между сильнейшей Группой И остальными Спортсменками Ну достаточно Чувствительная Трасса закрытая Трасса техничная Сегодня Ледяная Вдобавок Поэтому Чтобы кто-то Еще сильнейших Обыграл Но это Маловероятно Шифрин У нас вторая Лара Гуд Третья И Марта Басин На четвертом месте Вот такие Давайте смотреть дальше Может быть что-то Конечно У нас И изменится Может быть будет Какой-то приятный сюрприз Кто касается Немецкого Кира Вайдли Но она в общем Тоже у нас Такой Более узкий Да Специалист высшего уровня В скоростном спуске Супергигант Никак ей не дается И похоже Да И сегодняшняя трасса Сегодняшняя трасса Не для Киры И не для Вот каких-то сюрпризов Ее исполнений Это тоже мы видим А тогда для кого Да Ну давайте взглянем На тех Кто еще будет стартовать У нас Напомню Друзья У нас еще полчаса Чуть Плюс-минус Эфирного времени И мы конечно же С не меньшим удовольствием Будем с вами смотреть И мужские соревнования Напомню Что в Квитфеле Норвегии Сегодня второй подряд Скоростной спуск Мужской Сразу после Вот окончания Нашей Вот этой Трансляции Ну австрийик Сегодня просто Беда Друзья Беда С австрийской командой Первых три Стартовали Первых три Сошли Потом Зибенхофер Прошла Так Что лучше бы И не проходила И Шайер Мы тоже видим Сходит Да Ну хуже Некуда Да На данный момент Ну австрийки Это вы знаете Австрийки В этом плане Как ни странно Для кого-то Это будет В плане льда И крутых вот трасс Они не первый раз Проваливают Друзья Это в общем-то Ни для кого И не секрет Роджер Федер Уже пятый раз У вас на экране Не удивляйте Друзья Но он достоин этого Друзья Роджер Федер Его всегда приятно видеть Еще раз напоминаю У него здесь дом С некоторых пор В Ленсерхайде Ну уж конечно Не мог пропустить Этап Кубка мира Он любит горные лыжи Он сам катается Семья катается На горных лыжах Так что Тут у нас все Абсолютно понятно И ясно Опа Ну еще один Такого же падения Это уже Швейцарка Кули Насколько я понимаю Да Ну а дальше Дальше тоже Можно предвидеть Друзья На такой технически Трудной трассе У нас будет Немало таких случаев Немало падений Абсолютно в этом Ничего нет Удивительного Друзья Ну а вот Пока у нас Вот маленькая тут пауза Я хочу вас Вам наверняка Интересно Поподробнее Познакомиться С Романом Миродоли Который выигрывает У нас сегодня И кстати В марте месяце И исполнится Скоро совсем Друзья Десятого Я вот только Сейчас сам увидел Через три дня У нее день рождения Романом Миродоли А может она Вот вы знаете К восьмому марта И к десятому У нее день рождения Себе подарок И приготовила Хороший подарок Потому что я напомню Друзья У Романа Миродоли Ни одного призового места Не то что победы В Кубке мира До сих пор нет Ее-то 28 лет И вот сразу С победой Притом Интересный момент Друзья Для того чтобы Выиграть Этап Кубка мира Романе Миродоли Понадобилось Десять лет И сто двадцать шесть Стартов В Кубке мира Впечатляет Да Она первый раз В двенадцатом году Выступила В Санкт-Морице На Кубке мира В двенадцатом Да То есть Десять лет точно И сто двадцать шесть Раз она В Кубке мира Стартовала Но у нее вообще Со стартами Все в порядке Да За карьеру Сто тридцать Стартов В Кубке Европы Сто двадцать шесть В Кубке мира Шесть стартов На Олимпиадах Шесть стартов На чемпионатах мира Ну то есть В профессиональном смысле Огромная биография Но вот при таких Огромных цифрах Первый Первая победа Первый пьедестал Даже я бы так сказал Романа Мирадоли Называть победительницей Друзья Ну это Сами смотрите Я не знаю Я бы конечно тоже Тоже рад бы Посмотреть Чтоб кто-то Мирадоли и Шифрин Обыграл Но вы знаете Не вижу Стартовом протоколе Ни одной спортсменки Способны это сделать Венди Холденер Вполне хорошее настроение Лара Гуд Не очень Вон она там Но она стартует Еще одна швейцарка Ну понятно Что швейцарок Больше всех У них И так-то По полной квоте Выступает команда Да еще домашний старт Они могут чуть больше Заявлять Тут вот Со швейцарками Тут вообще вопросов нет Сутер Жасмина Потом Нуфр Приска У швейцарок есть еще Стефани Женаль Ну а с другой стороны При такой В общем мощной Крупной команде Третье место Лары Гуд И все Ну восьмая Гизин Для Гизина Это в общем-то Такой проходящий Да Во всех дисциплинах У Гизин Где-то Восьмые места Их просто не счесть Друзья Ну еще конечно Очень важный момент Это у нас Как всегда В концовке сезона Разговор о Кубках мира Идет Вот сегодня Если так все закончится У нас с вами И сомнений в этом нет Досрочно Федерико Бриньонов Завоевывает Кубок мира В этой дисциплине Потому что у нас Останется только Один старт на финале А у нее будет Отрыв там сумасшедший Больше ста очков И вопросы В этом плане Снимаются Хотя сегодня Как видите Бриньону Выступила Очень слабо Лишь Девятое место Но вот Как видите Этого хватает Чтобы Кубок мира Забрать Напомню Что Годжа Не вышла На старт Решила Долечивать Трассу Хютер Травмировалась Ну в общем-то Таких особых Претенденток Шифрин Конечно Хорошо поборолась Но у Шифрин Не было Никакого запаса очков И даже Второе место Ей Ничего особого Не дает Ну может Конечно На финале Она итальянок Обыграет Но до Кубка мира Это уж Даже арифметически Не дотянется Так что Федерико Бриньоне Сегодня Можно поздравлять Миродоли С первой победой В карьере А Бриньоне С Кубком мира Вот такой у нас Расклад Мишель Гизин Я думаю Вы узнаете Она уже на финише Уже переоделась Тут Все ясно Понятно Да Приску Нуфер Конечно Особо приветствует Друзья Но это вот Ей Достается Такое внимание Именно за победу Несколько дней назад В Кранмонтане Она тоже Впервые В карьере Выиграла Скоростной спуск И вот Благодарные болельщики И здесь Ее до сих пор Приску Нуфер Поздравляют Конечно Не с сегодняшним результатом Потому что Сегодня-то Не с чем поздравлять А вот С победой Это да Ну Мария Мишель Ганьон Тоже недолго Сопротивлялась Мы видим Вот она у нас На экранах Уже поехала В сторону Для Марии Мишель Такие трассы Тоже Не под ее технику Не под ее возможности Видите да Первый же Вот крутой вираж Который Многие сошли Мы видели да Здесь и Пухнер Сошла И Куртони И вот еще И Мария Мишель Ганьон Тоже самое Еще одна Австрийка Надин Фест Молодое поколение Австрийц Ну что Австрийка Провал Я даже не знаю Друзья Не провал А катастрофа Какая-то Сегодня да Может быть Молодая Хоть что-то сделает Хоть как-то Сохранить Реноме Австрийской команды Потому что Друзья Посмотрите Из пяти Австрий Дошла одна И то последнее Место занимает Зибенхофер И четверо Сошли с трассы Ну я не знаю Какой еще Нужен более худший Вариант Более худшего Уже не бывает Ну вы знаете Несмотря на разные результаты На итоги Олимпиады Мы знаем Что на Олимпиаде У Австрии Все-таки есть И серебро Пухнер есть Все-таки Линдсбергер Серебро Но вот вы знаете Как мы По нашей информации Очень серьезно По окончании Сезона Будет Разбор полетов И я не уверен Что все тренеры Австрийской команды Сохранят свои места Честно говоря Нет Вот именно Из-за таких стартов Да Где-то было неплохо Где-то были прорывы Где-то что-то Но В общем и целом Команда не прибавила Швейцарки сильнее Итальянки сильнее В этом году Линдсбергер Не так Хороша Как и была Тоже в сезоне Прошлом Так что Я думаю Что Если Будут Крупные перестановки На следующий сезон Нас это с вами Не удивит Ну вот На 1 фест 4 секунды Вы видите Да Уровень Австрии Сегодня Я Еще раз повторюсь Друзья Я не хочу обобщать Не по всему сезону А именно сегодня Сегодня Уровень Австрии Катастрофический Так Две подряд Итальянки Теперь Николь Делага Роберто Мелези Потом Француженка Гоше Ну Француженки Сегодня На подъеме Не знаю Гоше Конечно Это вам не Ворли Не Миродоли Но Последим А вдруг Да Ну и Австрия Я не знаю На Венир Что ли Надеется Венир С одной стороны Провалила весь сезон С другой стороны Лучший результат Показала Вот несколько дней назад Может она форму набрала Может она спасет Австрия Ну вот тоже Интересный момент А дальше Все Там уже и смотреть Не на кого будет А вы знаете Друзья Я сразу вспомнил Что у нас ведь Завтра Это ведь тоже Да Трансляция И тоже На этой трассе Будет только Гигантский слалом А не супергигант И вот В этом плане Интересно Трасса такая Прогноз хороший Трасса вот эта же Будет ледяная Гигантский слалом И там Шифрин Ворли Которые сегодня Отличились Конечно Конечно Легче будет Петра Вылховой Но Загадок много Вопросов много На завтрашний день Ну Николь Делага Она же из Вальгардены Друзья Там спусковики растут Там С техникой Немножко проблематично Поэтому Делага Последний Результат Да еще с такими ошибками Роберто Мелези 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 Да, Роберто Мелези больше четырех и здесь даже обсуждать нечего, друзья. Друзья, я вот задался одним вопросом, нам только что показали, кстати, вот Шифрин, но, естественно, Шифрин должна была с Федерером побеседовать. Две таких звезды, посмотрите, друзья, да? Приятно видеть Роджер Федерер и Микайло Шифрин. Да, красиво, интересно. Интересно. Единственное, что нам не дали послушать, о чем там беседа, было бы интересно, конечно, тоже послушать. Так вот, друзья, я просто, меня один кадр заинтересовал, я смотрю, нам дважды показали Венди Холденера, и я так думаю, а что он так улыбается? Ну, у нее десятое место, как бы так, средненько, да, более-менее. А она, вы знаете, за счет десятого места она на финал попадает в этой дисциплине, хотя она и по общему за счету, мне кажется, попадала. Там больше пятьсот очков все равно на финал попадаешь в любой дисциплине. А нет, у Холденера, да, она же и пятьсот очков-то не была. Вот, друзья, теперь мы разобрались. Ей надо было в десятку попадать, чтобы на финал. Я напомню, в каждой дисциплине, и в гиганте, и в слалом, и в спуске, надо попасть в 25, чтобы на финал поехать, который у нас будет, как обычно, завершать сезон, и вот в 25 надо попадать. А я смотрю, кто тут за 25 борется, да, а там такие сильные люди, оказалось, друзья, что вообще в районе с 20-го по 30-е, знаете, какие фамилии? Лидецко, Вайдле, Ганьон, Марсалия, Гутье, Холденер, Сутерзи, Шайер-де-Лага. Не слабо, да? Там, правда, еще россиянка Юлия Плешкова, 32-я, но она, вы знаете, по каким причинам не выступает сегодня. Ну, вот при всем к ней уважении, вы знаете, на такой трассе у Юлии, конечно, шансов, ну, мягко говоря, мало было бы. Да и отрыв там в очках очень большой. Вот видите, какой список у нас сошедших, впечатляющий. Ну, для супергиганта такого, опять же, может быть, это и ничего такого особенного не представляет. Итак, Мирадоли, Шифрин, Бехрами, Гуд, которая, Лара, вот она у вас, кстати, на экранах. Ну, конечно, после золота на Олимпиаде, даже бронза на кубке, может быть, и не так, но мы знаем, сколько проблем у Лары Гуд тоже было, и это для нее важно. Особенно важно для Шифрин, друзья, просто неимоверно важно после серии неудач, после провальной Олимпиады, после провального супергиганта в картина Дампеца. Очень важно для Шифрин обыграть всех, и Вылхову, и второе место занять. Я думаю, что Шифрин должна восстановиться, и завтра будет, опять же, очень интересно. Ну, а сенсационная победительница, вот она, в кресле посредине снимка. Это, конечно, вообще фантастика, друзья. Романа Мирадоли, я уже сказал, первая победа, 28 лет, через три дня исполняется. Первая в карьере победа, первый пьедестал. Ну, знаете, вот это тот случай, когда говорят, что человек заслужил. Вот то, что вчера Александр выиграл, канадец, у мужчин с красной спуска, я бы так не сказал, друзья. Там вообще, ну, я буду об этом вам рассказывать буквально через 20 минут, когда мужские соревнования начнутся. Там вообще, вот даже победа Мирадоли, это не такая сенсация, как победа канадца в мужских соревнованиях. Ну, вот последняя надежда австрийской команды. Мы вспоминали добрым словом вот эту девушку, Стефани Венир. Конечно, шансов почти нет с ее техникой, но, еще раз повторюсь, а больше некому. Остальные австрийки доблестно соревнования провалили. Хотя, вы знаете, в этой группе три австрийки, я, наверное, так заужаю, шансы, потому что Венир, еще Райзингер и еще Хазер. Ну, вот по Хазер не знаю, она долго не уступала, опять была травма. Насколько она готова вообще что-то показывать. Ну, а Венир, в свою очередь, тоже начинает отставать. Да, расстроенные тренеры, наверное, запланируют прямо сейчас такой летний сбор на каком-нибудь самом крутом леднике, где голый лед и будут месяц там австрии гонять, чтобы они по льду научились ездить. Да, и тут три. Ну, что ж такое, а? Три секунды лучшая из австриек. Да, остается руки разводить. Мы понимаем, Стефани. А для нее-то, кстати, вот этот результат, это не худший вариант, учитывая, какой у нее был сезон. И она, кстати, я так смотрю, с этим результатом тоже на финал, скорее всего, пробьется, да? Хотя под большим вопросом. Посмотрим попозже, когда уже будут полные результаты. И Валерий Гринье. Ну, ну, что ж так, а? Что-то женская канадская команда, в отличие от мужской, там ребята бьются просто насмерть, а тут канадки как-то одна за другой, я бы сказал. Ну, не то, что безвольно, но и без особой борьбы, согласитесь, да? Вот, особенно Мария Мишель, Ганьон сошла так без зуба там совершенно. Гринье тоже. Ну, вот Райзингер. Ну, ой-ой-ой-ой-ой. Повторила достижения первых трех, да? Недолго. Ну, и настроенница в австрийской команде, а? Да. А как же они на гиганта будут настраиваться? Ну, правда, там немножко состав изменится, чуть-чуть. Но части, вот половина сегодняшних пойдут. Господин Фрезнер, вот, в красной, вот в очках. Такой уже мужчина в годах. Один из самых знаменитых людей. Ему за 80 давно, друзья. Много лет швейцарскую команду тренировал этот специалист. Его все в горных лыжах знают. Вот он тоже с Микаэлой Шефриной. И тут Роджер Федерер. Вот нам, опять же, такие серьезные персоны присутствуют на финише. Келли Кэшман из команды США. Это уже номер 35-й у нас. Друзья, ну, Келли, я заранее скажу, что от нее-то ждать, наверное, ничего не надо. Келли нужно попрямее и побыстрее. Все, что называется крутой и Раша, для нее пока загадка. Вы видите, да? На двух бочком в каждом вираже. Типичная спусковичка. Да, она так может и на 5 секунд навозит. Ну да, где-то к этому. Ну, вот такие спуски, друзья, это уже, вы сами понимаете, что это... Ну, не знаю, Келли Кэшман, опыта нет, ничего нет, техника слабая. На будущее, спусковичка на будущее. Да, под 5 секунд, в общем, тут сомнений не было. Маруся Феркс-Айони из славянской команды. Марусю-то мы знаем тоже просто очень даже хорошо. Всю ее карьеру. Длинную, кстати, очень карьеру. Марусе уже 34 года исполняется. Не знаю, наверное, будет завершать уже карьеру Маруся. Ну, вот одна из тех спортсменок, кто не добился, как ни странно, вообще никаких результатов за карьеру. Это, конечно... Я вот пытаюсь вспомнить, хотя зачем вспоминать, давайте посмотрим-ка, лучше... У нас есть помощник компьютер, можно быстренько посмотреть. Когда она дебютировала, мне хочется вспомнить, Маруся Ферк на этапах Кубка мира. В 2007-м, ну, я так и думал, друзья, 15 лет стажа, 15 лет стажа. Посмотрите, все тут, и австрийки прибежали с Роджером Федером. А, плюн, ладно, старинами проиграли, но зато с Роджером фотка будет дома. Какая красота. 224 старта, если уж мы вот открыли данные по Марусе Ферк. 224 старта, друзья, у нее в Кубке мира. Задумайтесь, только на чемпионатах мира 22 старта, 16 на Олимпиадах и один подиум. За 15 лет один подиум, и было это в комбинации. Не самый фантастический послужной список, но что поделать, друзья, да? Или с Лалами? Наверное, все-таки в Слалами был. У нее один подиум был с Лалами. Друзья, но это было... Ой-ой-ой-ой. Очень и очень давно. Хазар у Лучера результат Венир. У австрии их стало 12-е, теперь у них 12-е, 14-е. Ну, вы знаете, сами, друзья, решайте. Вот для австрийской команды 12-е, 14-е. Это достижение или это провал? Ну, это американка у нас, да, опять. Да, не забыла райд, но этот очень похожий человек на Келли Кэшман. Очень похожа в плане технического исполнения, и, я думаю, и результата тоже. А мы с вами, в принципе, друзья, уже можем подводить итоги, потому что у нас надвигаются мужские соревнования. Буквально, да, мужской скоростной спуск. И мы с вами знаем, да, тут и спортсменов-то не так уж много уже осталось. И среди них никого нет, кто бы покусился на троечку. Так что Мирадоле, Шифрин, Лара Гудбехрами абсолютно четко можно поздравлять. Ну, вот о чем я говорил, друзья. Ну, только что сфотографировались и уже показывают смартфон вот с Федерером. Уже домой послали. Но Роджер кого угодно обаяет, друзья. Ну, это же не вопрос. Тем более все горнолыжники играют в тенис, это я вам точно скажу. Кто на разном уровне, но играют. Любят тенис. Тенис, кстати, очень хорош для подготовки горнолыжников в плане физподготовки. Поэтому он практикуется. Ну, а... Роджера Федерера я не собираюсь обсуждать и представлять. Это, по-моему, просто... Это все равно как бренд Кока-Кола, да, рассказывать, насколько он популярный в мире. Каролина Пихлер. Каролина Пихлер. Каролина Пихлер из итальянской команды. Ну, у итальянок сегодня Басина лучшая, мы знаем, четвертая. Бриньона аж девятая, но для... Причем она девятое место поделила с француженкой Гоше. А посмотрите, француженки, друзья, да, вот не зря мы говорили прогресс. Слабое начало сезона, очень слабое. Потом прибавление, потом январь уже. Потом прорывы в шестерку, потом на Олимпиаде более-менее. И вот, пожалуйста, чем завершилась победа. И одно из француженок, Романа Мирадоли, сегодня первая. Горле шестая и Гоше, я уже сказал, девятая, да. Для француженок в начале сезона это просто не снилось даже. Даже не снились такие результаты. Ну вот упорная работа привела к тому, что все получилось. Ну, посмотрите, а. Молодец, как радуется Бриньона за Пихлерта, да. Тринадцатое место для Каролины, это очень прилично. У нее ни очков, ни рейтинга, почти новичок, да. И вот тринадцатое место на такой трудной трассе. Это действительно, есть за что похвалить. А вот новую девушку француза еще. Ну, давайте посмотрим новая девушка из французской команды. Молодая, естественно. Карен Смадья Клемен. Но нет, нет. Опыта нет. Ну, не знаю, как с селенками. Наверное, тоже не очень. Да, очередь. Всем в очередь выстроиться. Всем в очередь. Это Стефани Венир, кстати, друзья. Это Стефани Венир. Дождала своей очереди. С чем мы ее и поздравляем. Ну, а Надя Делага, бронзовый медалист Олимпиады, ни много, ни мало, да, у нас Надя-то Делага. Но, кстати, вот эта бронзовая медаль в спуске, как раз она говорит о том, как ни странно, что сегодня ей, вот, будет, наверное, трудновато. Я так думаю. Несмотря на то, что у нее хороший верхний отрезок, видите, да, но нет, да, да. Недолго тоже она сопротивлялась. Но она и сестра Николь, друзья, они заточены совсем под другую технику, под другие трассы. Поэтому абсолютно не удивляет сход с дистанцией. Правильно. Надо всей командой сфотографироваться. Так будет красивее. Ну и приз Кануфер, всю швейцарскую команду, дружную команду мы сейчас с вами тут на финише еще раз увидели. Но с другой стороны, друзья, вы согласитесь, австрики провалили, а у швейцарок-то, если бы не Лара Гутта тоже, особо-то нечем было бы похвастаться. Ну что ж, друзья, подходит к завершению наша трансляция с женского Кубка мира. Вот еще одна спортсменка из французской команды. И будем, наверное, мы завершать. Потому что, как мы знаем, мужские соревнования начинаются вовремя, там уже открывающие. Идут по трассе, и это, конечно, тоже хорошее известие. Но там в Норвегии тоже хорошая погода. По-моему, просто пасмурно, да? Но осадков нет, ветра сильного нет. Поэтому скоростной спуск, мы ожидаем, должен пройти в достаточно хороших условиях. Напоминаю, друзья, вот женщины у нас будут два дня здесь соревноваться. Завтра они на эту же трассу выйдут. Но, само собой, это будет другая дисциплина. Будет гигантский слалом. Естественно, две попытки. И обе попытки, естественно, в прямом эфире на канале Евроспорт 1, как это мы всегда делаем. Тиффани Ру. Еще одна француженка сегодня. Ну, вы знаете, не из молодежного состава, потому что 24 года, я знаю этой девушке. 24 года, но свои 24 года, вот, в отсутствие других француженок, опыта-то еще нет. Она появлялась на Кубке мира, ну, вот, буквально вот так вот. Два-три старта эпизодически. Ну, и, в общем, это объяснимо. Такого прогресса у Тиффани особого нет. Поэтому, как бы, от нее же зависит, да? Тут система-то достаточно понятная. Надо просто на других соревнованиях, более так, низкого уровня, там, Кубок Европы, ФИС, да? Там пробиваться, там себя показывать высоко, тогда, конечно, и Кубок мира будет понятным. Пересекает черту, и вот уже знакомые нам 4 с лишним секунды отставания, в том числе у Тиффани Ру, друзья. Ну, сегодня, вы знаете, будет очень мало на финише девочек, так что тут даже плохо. Пройдя трассу, можно очки в Кубок мира за Тина Варатор. Ой, как приятно эту девушку видеть. Тина Варатор, которая завершила карьеру, но, конечно, на соревнованиях здесь присутствует. Ронни Рэме. Ну, Ронни, Ронни, не откладывая в долгий ящик, уже с первых ворот боком поехал. Да, время подошло, друзья, давайте-ка заглянем сейчас в норвежский Квитфель, как там через несколько минут готовы дать старт спуску или нет. Да, вот картинка Хаммер. Друзья, мы не прощаемся, будет совсем небольшая пауза и дальше опять горные лыжи, оставайтесь.